Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спорт с Медведевой. Добрый день, дорогие жители Вятки. Сегодня 3 сентября в студии Эхо Москвы в Кирове. Спорт с Медведевой. Вот очень часто, несметное количество раз рассказывали о том, как всё хорошо, как прекрасно, как здорово у нас в городе Кирове. И какие спортивные объекты, и чем можно позаниматься. И тут вот мне в голову пришла такая мысль. А может быть, всё так хорошо и замечательно у нас только в Кирове? Для того, чтобы выяснить, как это всё развивается в районах, занимаются ли люди спортом, желают ли они к этому делу приобщаться, сегодня поговорю со своими гостями у меня в студии. Директор ДЮСШ Белохолуницкого района Людмила Алексеевна Ложкина. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. Добрый день. Директор ДЮСШ Верха Шижемского района Сергей Петрович Апарин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Исполняющий обязанности директора ДЮСШ Куменского района Гагаринов Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Вот, дорогие коллеги, начался учебный год. В Кирове просто вал детей записывается в детско-юношеские спортивные школы. А как дела обстоят в районах? Наполнились ли у вас группы, желающими стать чемпионами? Ну, давайте начнём с меня. Давайте. Я очень рада тому, что у нас нынче действительно родители ведут за руки детей, как вы сказали, полный вал. И это может быть даже из-за того, что у нас нынче, я хочу со всеми поделиться радостью, что у нас отремонтирована спортивная школа «Красавица» в центре города. И, конечно же, жителям города не терпится привести своих детей на какие-то виды спорта. То есть спортивный объект стал центром притяжения. Да, да. Это здорово. Даже не в плане физкультуры, а даже в эстетическом плане. Стало модно заниматься спортом, потому что появилось такое модное место. Да, ну у нас и так было как бы 840 ребятишек, но я думаю, что нынче уже вот на сегодняшний день у нас где-то 870, но это не предел. Здорово. Хорошо. А Андрей, у вас как обстоят дела? В Куменах в 2013 году появился также «Красавица» физкультурно-оздоровительный комплекс. Это хорошая база для спортивной школы. И вот сегодня как раз я, можно сказать, с тренерского совета сразу сюда. И вопрос стоял, а как же, в общем, есть вопрос в зале. То есть занятость настолько большая, что мы сейчас думаем, где разместить группы. У нас в этом году начинают действовать два отделения – мини-футбол и волейбол. Это совсем новые, да? Или они у вас были? Ну, так скажем, на любительском плане они были. Сейчас это открывается как отделение, и уже будут программы официальные, по которым мы будем работать. И возникает вопрос, как вот разместить одно из отделений. Мини-футбол еще как-то можно уложиться. То есть зал приходится сейчас делить на две половины, чтобы занимались одновременно. И настольный теннис у нас хорошо развит. И вот мини-футболы, и параллельно волейболы. Вот сейчас такая дилемма у нас стоит. Плюсом, конечно же, рвется взрослого населения. Уже там каждый день, наверное, 10-15 человек. Начиная волейбольная лига Куменского района еще не существует пока? Нет, пока еще не существует, но, похоже, к этому идет. Здорово. Сергей, в Верхошижемском районе как обстоит? Ну, в Верхошижемском ситуация немножечко другая. В зависимости от коллег. Нам еще только предстоит отремонтировать наш спортивный комплекс, в котором наши дети занимаются волейболом. С этого года мы открываем группу футбол, набирают детишек футбол. Ну и лыжи остаются в приоритете нашего района, так как имеем самую лучшую базу в области, наверное. Вот давайте тогда поподробнее. Каждый из вас упомянул о том, как что улучшалось у вас за предыдущие годы. Можно поподробнее, Людмила Алексеевна, что из себя сейчас представляет отремонтированная школа? Какие-то новые залы появились? Давайте я начну с предыстории, что когда я стала директором, у меня было такое чувство, что я буду последним директором этой школы, потому что она упадет когда-нибудь. И когда вот это все свершилось, конечно, подъем необыкновенный, увеличились площади, увеличились площади, у нас появилась площадь под тренажерный зал. У нас будет классный кабинет, где мы будем проводить теоретические занятия. Тоже необходимая вещь. Да, да, и сейчас же даже не только модно, сколько в воспитательных целях очень хорошо иметь свой музей. У нас есть даже такое помещение, где мы разместим музей спортивной школы. Здорово. Да. И еще можно вот, может быть, такое предложение к уменам сделать. Вот вы говорите, что не хватает залов, там для волейбола все. Мы нынче закупили мобильные стойки, которые можно передвигать хоть куда. То есть мы зал будем делить на две группы, можно сразу двум группам заниматься в одном спортивном зале. У вас ведь волейбол как один из основных видов спорта. А вообще перечислите, какие виды спорта у вас в школе? Вот волейбол, лыжные гонки, горные лыжи, необычный такой вид спорта, черлидинг и бокс. Вот черлидинг, это вообще интересно. Черлидинг очень. Давайте поподробнее немножко об этом. Ну как поподробнее, чтобы было понятно. Что за вид спорта? У всех сразу, сразу у всех в голове такое, что вот девочки выступают с мочалками, с блестящими. Вот это черлидинг. А на самом деле там очень много хореографии, там очень много акробатики. Это больше похоже на спортивные танцы с элементами пирамид. И наши спортсмены, в принципе, на расхват. Я не знаю, где они еще только у нас в области не выступали, были приглашены. А возможность вне бюджетных заработков за счет черлидинга присутствует? Ну мы об этом думаем. Пока это так, на уровне тортик в презент. Ну понятно, но раз на расхват, значит, надо уже подумать и об этом. Хорошо. Андрей, а у вас какие виды спорта? И вот у вас, наверное, школа сосредоточена ведь не только в Куменах, во многих поселениях. Является ли это сложностью? И как вот вы с этим совсем управляетесь? Уже начну с предыстории. И так уж совпало, что в 2009 году я также пришел работать. И мой срок, так скажем, пятилетний тоже начался в 2009 году. И за это время могу сказать, что много чего изменилось и поменялось. Да, есть такая специфика спортивной школы, из-за чего мы можем, так скажем, привлекать большее количество учащихся в школу. Это за счет того, что наши отделения находятся также и в 50, 40, 30 километрах от самого центра, от Кумен, в различных поселениях нашего района. Ну, всем известно, наверное, Вечовшина, из которой началась, так сказать, спортивная карьера Анны Альминовой. Сейчас, на данный момент, там, также у нас в этом году два тренера. Это Наталья Леонидовна Альминова, мама, и сестра у Ани. Это Александра, она начинала свою спортивную карьеру в этом году, также в нашей спортивной школе. У таких Нижневкина у нас находятся лыжные гонки банников Антона Анатольевича, тренера. То есть, вот таких в каждом поселении практически имеется тренер, что позволяет нам, во-первых, координировать деятельность, знать, что там происходит, что развивается, какие события, спортивные мероприятия проходят, общаться, то есть, обмениваться опытом, то есть, это большой плюс. Если что касательно, что изменилось, то у нас построен физкультурный комплекс, это большое событие, и также у нас был отремонтирован спортивный комплекс в деревне Ардашиха, который также сейчас спонсорирует. Одним из спонсоров было СПК «Красное знамя», заинтересованность у него была, чтобы там появился комплекс. Ну, сейчас также вот это, он отремонтирован, клюшечный, так скажем, который называют. Да, это был такой масштабный проект, и тем, кто попал в него, очень повезло. Ну, еще, наверное, важное событие, в этом году появилась детская площадка, которая не была в Куменах, и это вот благодаря проекту, гранту по благоустройству, который в том году проходил. Мы, спортивная школа, он заявлялся от поселения, но спортивная школа, так скажем, была инициативной группой этого проекта, и во многом, благодаря, наверное, тренерам, и заинтересованности, мы сподвигли и молодежь, и население к этому проекту. Вот чувствуется, что спортивные школы вообще являются такими лидерами общественной жизни, потому что там инициативные люди работают. Вот, Андрей, а у вас уже становится не только там центр развития Верхошижемского района на вашей базе Шижма, но и очень много приезжает спортсменов, как из Кировской области, из других регионов. Вот это как-то влияет на развитие вашей собственной школы? Ну да, как бы это, во-первых, очень положительный резонанс среди населения, так как население и Верхошижемского района обращают внимание, что приезжают гости, почему, зачем, задаются вопросы, как бы это все обсуждается. И такое появляется мнение среди населения, что для наших-то детей заниматься лыжными гонками не в городе, там, что вот в деревне очень хорошие условия, созданы все самое наилучшее. И когда вот это все осознают родители, они, естественно, ведут детей. То есть если, вот, ну, в предыстории уже все же познается в сравнении, когда пришел, заступил, точнее, в должность директора, лыжными гонками была всего одна группа, то есть это порядка там 15-20 человек, которые занимались остальные. Это был филиал, как Вятс Дюшор, то есть там порядка тоже там 20 человек было. То есть это все. Сегодня у нас работа строится по лыжным гонкам. Группы у нас набираются с садика, с подготовительной, с старшей группой. Ну, а подробнее, вот это какой-то особенный у вас проект? Это мы просто спланировали. Значит, опять же, вернусь немножечко назад. У нас не так много детей в поселке. И когда волейбол набирают, лыжи набирают также другие секции, дома детского творчества, школы, то у нас, получается, дефицит детей не хватает. Сложно выполнить госзадание. Да. И сейчас, чтобы уйти, набрав детей, мы переключились на детские сады. Начали вот прошлый год, как пилотный проект, запустили попробовать, что детей. Сначала первое, конечно, было родителей впечатление о том, что ну куда холодно, зачем детей на мороз. Но после того, как мы там месяц-два дети отходили, отзанимались, пронаблюдали статистику, что дети меньше стали болеть, больше активность. То есть они выплескивают все в парке. Да, все свои эмоции. И, кстати, от садика недалеко, по-моему. Да, от садика недалеко, получается, метров 200. И получается, что дети выплескают всю свою активность как раз в парке. В нужное русло направляют. Может быть, чемпионы будут. Кстати, вот о чемпионах. Могут ли ваши спортивные школы похвастаться результатами на первенстве, на чемпионате области? Есть ли звездочки в районных спортивных школах? И вот, может быть, кого-то можете назвать. Кем вы гордитесь? Ну, на уровне области у нас волейбольная команда, как бы по всем возрастам, я считаю, что лидируют. Поэтому у нас волейбол, вот он идет, приоритетный вид спорта. Как сейчас сказал коллега, у нас с детских садов тоже набираются дети на волейбол. И этим мы уже занимаемся, сейчас скажу, 18 лет. Все, абсолютно все детские сады водят к нам детей, водят к нам детей заниматься с подготовительных групп. А уже лет 5 по просьбе педагогов детей водят со старших групп детского сада. Это вообще здорово. Вот, честно говоря, даже я об этом не знала. Это такой вообще позитивный опыт. Опять же, если мы вернемся к комплексу ГТО, то там с детского сада он начинается. Для города Кирова это как бы не совсем привычно. И не знаем, как... Для города Кирова это может быть и не так приемлемо, потому что город большой, а у нас же все в шаговой доступности. Города маленькие. Ну, я думаю, что в городе можно было как-то по районам, по каким-то вот садикам, которые близко расположены к спортивным школам. Ну, тут, наверное, просто нет необходимости. Родители и так ведут. А у вас действительно в шаговой доступности можно привести во время, так сказать, дня, и чтоб родителей не отягощать этой задачей здорово. Значит, волейбольные команды? Да, волейбольные команды. Ну, черлидеры, если учесть, что сейчас у нас черлидинг появился, они были первыми на Кубке России. Ну, вот это уже результат. Слушайте, вообще надо будет их куда-нибудь пригласить на мероприятие. Все-таки уже есть чем гордиться. Кубок России. Ну, они на дне города Кирова выступали. Ну, вот я не видела. Обязательно куда-нибудь пригласим с большим удовольствием. Андрей, у вас какие звездочки? Вот, кстати, спортивным школам в районах ведь есть чем гордиться. Приезжаешь, смотришь, там грамоты такие. Ребята результаты показывают. Ну, я считаю, что у нас есть и звезды, и звездочки. Пускай, хоть они уже вышли из нашей спортивной школы, но они где-то продолжают соревноваться, показывать результаты такие, как Анна Альминова, про которую я говорил, мастер международного класса по легкой атлетике. Нигина Хаитова, это также легкая атлетика. Это тоже ваше. Это, да, так скажем, из глубинки, которые вот этот талант нашли. Сейчас она продолжает уже свою карьеру в городе Кирове. Входит в состав сборной России по горному бегу. По горному бегу, да. Также есть у нас еще звездочки, которые сейчас есть в спортивной школе, продолжают заниматься. Это КТА в Денес. На данный момент, вот недавно он вернулся, сбор проходил в Сочи. То есть вот с олимпийских трасс. Он победитель первенства мира среди юниоров. Он серебряный призер. Серебряный призер. Среди юниоров в 2011 году в Эстонии. Вот. Тот сезон у него сложился, ну, мягко говоря. Ну, всяко бывает. Да. Поэтому, надеюсь, в этом году он функционально готов по максимуму. Поэтому думаю, что этот сезон мы еще покажем результаты. И еще настольный теннис у нас профессионально занимается. Наши ребята ездят за сборной Кировской области. Выступают на Привозском федеральном округе на России. Это Карабинникова Алена. Она выиграла Кубок Федерации по женщинам. В этом прошедшем году она сейчас поступила в Вятский государственный гуманитарный университет на специальность адаптивно-федическая культура. Поэтому, помимо этого всего, мы еще и такие кадры даем. Еще есть Смирнов Михаил, который поступил в институт. Лесков-то, может, неправильно назвал, но то, что тоже очень важно. Очень здорово, что выбирают профессию спортивного педагога. Расспрошу об этом еще чуть-чуть подробнее. Андрей, а ваши спортсмены? Спортсмены у нас, ну, как вот коллега с Белых холмницей сказала, что у нас тоже приоритет, ну, естественно, лыжные гонки и волейбол. В волейбол у нас. Прошлый год были младшие юноши девочки, 2001 год. Первые на области ездили на зональные соревнования России. Значит, лыжи, естественно, гордость нашей школы – это Чистиков Олег, который выиграл первенство России с Метаниной в Сыктывкаре в марте прошлого года. Сейчас он зачислен в московской числице школе спортивной имени Бабушкина. Целенаправленно готовится к соревнованиям по лыжным гонкам среди юниоров. То есть, вот, а лыжники, сказать про других, спорная область – это у Тямышева Анастасия, Суслов Дмитрий, Панова Анастасия, Втюрина Карина. То есть, результаты есть на уровне области. Вот здесь вы у меня в студии директора, молодые люди, а вот такая проблема, как тренерский состав, она вот очень остро стоит в спортивных школах и всегда на совещаниях в Министерстве спорта об этом говорится. Вот как вы решаете этот вопрос, может быть, Сергей Петрович, начнете? Да, опять же, вернусь немножечко к истории. Когда заступил на должность руководителя, да, тренерский состав очень сильный, но, как бы, молодых практически не было. Была одна девушка, лыжница, которая находилась в декретном отпуске. Сейчас мы решаем следующим образом. Те вот наши выпускники спортивной школы, у нас Павлов Василий обучаются в педагогическом институте. То есть, мы наших подталкиваем, также Ворончихин Максим, надеемся, что Павлов придет к нам в спортивную школу. А так вот остаются, возвращаются. Конечно, не все, но, вот, как бы, желание есть вернуться. Вот один закончил педагогический колледж в Орлове, сходил в армию и всю с армией писал, что вернусь, вернусь в спортивную школу. Но судьба сложилась другим образом, уехал в Нижний Новгород. Женился, наверное. Тем не менее, вот, как бы, сложность есть это, тем более у нас не такие большие зарплаты, не такие большие возможности, которые мы можем предложить. Ну, вот, что со стороны... Мила Алексеевна, вот вы... Меня, вот, например, это радует, мой коллектив меня радует. Во-первых, 97% коллектива это воспитанники нашей Дю США. И возраст нашего коллектива 29-40 лет. То есть коллектив молодой, мобильный. Вот это меня очень радует. Ну, это действительно приятно. Вот, я бы, например, в Кирове хотела бы даже уговаривать уже наших тренеров-ветеранов для того, чтобы они поработали еще. Вот, например, в фигурном катании Светланы Семеновны Рублева. Ну, это же такой кладезь, это опыт. Вот, надеюсь, что с вводом в действие нового катка она все-таки будет подкреплять молодых своим опытом. А вот существует ли у вас такая система, там, наставничество, передачи опыта от взрослых тренеров молодым? Может, Андрей вон кивает головой, смотрю. Есть что рассказать? Ну, есть у нас традиции, так скажем, на каждом отделении. Если брать, ну, возьмем конкретно настольный теннис, то там Чурин Василий Александрович, это старший тренер. У него дочка, она уже, кстати, имеет двух дочерей. Вот, она также является тренером на этом отделении. Я думаю, что вот эта приемственность, она уже наблюдается плюсом тренера, который к нам на настольный теннис ездит тренировать, тренер с Кирова. И это вот большой плюс, и он как раз ведет у нас, так скажем, учебно-тренировочные группы, то есть уже ребят, которые показывают результаты. Есть и на других отделениях, куда далеко ходить не надо, Альминова Наталья Леонидовна и дочка, которая в этом году начинает тренировать. Ну, да, в общем-то, в династии это тоже вариант. Да, это тоже вариант. Преемственность есть, и вот это поколение, это очень приятно, что приходят. И если брать по годам, то в последние годы 5-6 человек стабильно поступают на факультеты физической культуры в различные города России. Главное, чтобы они возвращались. Есть ли у них такие планы вернуться в свой район? Если тут коснуться этого вопроса, я считаю, что многое зависит от команды, которую мы сами же создаем. То есть, если пришли молодые парни, моя задача была прийти и найти себе также команду. И в административном, так скажем, штабе со мной пришел работать Золотарев Михаил Львович. Он с Кикнура вроде совсем не близко, но он пришел в Куменский район, и я понимал, что есть перспектива. От Кикнура дальше до Кирова, чем от Кумен. То есть, он движется в сторону центра. Такая тенденция, наверное, наблюдается. Молодая команда, они, соответственно, привлекают молодых ребят, тренеров. Понятно. Вот, уважаемые коллеги, не складывается ли у вас такое впечатление, что вы начинаете завидовать городу Кирова? Вот тут появился дворец единоборств, тут бассейн, тут каток. Ваши ученики пользуются ли возможностью потренироваться или выступить на соревнованиях на этих объектах? Как вот? Нет ли такого среди директоров из районов Кировской области какой-то зависти городу Кирову? Ну вот, может быть... Провокационный вопрос. Нет, вот как-то, как зависти, вот я о себе буду говорить, как зависти таковой нет. А есть какая-то гордость, что наконец-то наш Киров превращается действительно в спортивный центр. Ну, а... В этом плане. А так, ну еще, вот что завидовать? Каждый же, как говорят, где родился, там и пригодился. Поэтому как бы... Но это на самом деле так. Недавно мы с вами встречались на таких мобильных совещаниях. Вот говорила вам, и может быть, кто-то из ваших, из моих коллег нас слушает сегодня. Повторяю такое предложение, что вы можете собирать группу там своих лучших учащихся, просто там представителей района и посещать город Киров как спортивный туризм. Но это не просто посмотреть спортивные объекты, а именно попробовать себя, потренироваться, поплавать в суперсовременном бассейне, покататься на катке во Дворце единоборств. Может быть, если у вас эти виды спорта есть, совместные тренировки провести с кировскими ребятами. Так что вот предложение мое в силе. Пожалуйста, приезжайте, чтобы действительно вот все, что построено, спортивных объектов, они служили людям. Вот еще тогда о соревнованиях, которые у вас проводятся. Знаю, что в каждом из ваших районов проводятся соревнования, в том числе и, наверное, российского масштаба. Вот немножко об этом, Людмила Алексеевна. Ну, у нас уже, не знаю, на протяжении, ну, 28 лет точно, 30, наверное, еще юбилея нет. У нас проводится волейбольный фестиваль городов России. Ну, пол-Россия у нас точно уже перебывала в нашем небольшом городке. А вы размещаете всех участников? Есть возможность? Есть возможность. У нас же есть Грейтфилл, где домики мы с ними сотрудничаем, там размещаем людей. И все едут к нам с большим желанием. Почему именно фестиваль, а не просто соревнования? Потому что город маленький, вот выйти практически некуда. И поэтому мы не только играем в волейбол, а дети также поют, танцуют на сцене. Это всегда смотреть, собирается целый зал народа. В общем, к нам ездят с удовольствием на этот фестиваль. Вот эти творческие конкурсы, они тоже как-то оцениваются, идут в зачет, влияют на результат, да? Да, влияют на результат, но если сумма с какой-то другой командой бывает равна, то предпочтение отдается, конечно, волейбольному турниру. Сергей, вот у вас, знаю, что проводится марафон, и с каждым годом все больше и больше участников. Лыжный марафон, немножко поподробнее о нем, и может быть еще что-то есть, о чем я не знаю. Ну да, как бы у нас лыжные гонки, скажем, проводятся несколько областных стартов. Начнем с предновогодней гонки на Кубок губернатора Кировской области. Значит, она у нас по массовости, новогодняя гонка уже скоро подойдет к марафону. Если нынче у нас было почти под 900 участников на марафоне, то под новогоднюю у нас 600 с лишним заявлялось. То есть марафон у нас проходит в последние выходные марта. География, конечно, участников, скажем, большинство регионов наших, которые прилегают к Кировской области, это 100%, плюс приезжает Дальний, Хабаровский край. С Москвы очень много, с Мурманска. География очень большая. А что притягивает участников на этот марафон? Ну вот москвичи, те, кто побывали в РЛС, нынче в 2015 году, точнее, планируется провести этап Кубка России среди ветеранов в рамках этого марафона. Они, во-первых, все очень, как бы, складываются таким образом. Удобно находится все в шаговой доступности. Лыжная база, регистрация, старт очень изумительная, хорошо подготовлена, выровнена. Лыжня, круг 12,5 километров, ширина позволяет принимать одновременно, давать старт более чем на 200 участников. И вот это все в сумме складывается, плюс хорошая погода, хорошее настроение. Ну да, действительно, такое вот последний раз было. Действительно, настроение возникает на марафоне и потом сохраняется еще минимум неделю. Так, Андрей, у вас что, проводится такое особенное? На данный момент это областные старты, это соревнования по дзюдо и по самбо. Достаточно крупное проходит, более 150 участников у нас бывают в физкультурно-оздоровительном комплексе. Также Парфеновский лыжный марафон, также собирают около 500-500 спортсменов. Ну, на всероссийский уровень пока мы еще не вышли, но есть такие планы. Ну, у вас все впереди, все-таки спортивный комплекс, у нас их уже семь. Ваш по-прежнему остается самым лучшим из всех, которые построены. Спасибо. Так что вам респект и уважуха. А вообще, сегодня очень позитивный разговор получился. Вижу, что у нас и в районах Кировской области профессионалы высокого класса. Это очень-очень приятно. Дорогие друзья, в студии «Эхо Москвы» в Кирове была Светлана Медведева. И у меня в гостях Людмила Алексеевна Ложкина. Спасибо огромное. Это директор ДЮС США Белохолунинского района. Спасибо. Всего доброго. Успехов вам. Вам спасибо. Директор ДЮС США Верхошижемского района Сергей Петрович Апарин. Спасибо, Сергей Петрович. Огромное спасибо за внимание. И исполняющий обязанности директора ДЮС США Куменского района Гагаринов Андрей Геннадьевич. Спасибо, Андрей. Спасибо вам. Дорогие друзья, всем всего доброго. Несмотря на плохую погоду, выходите на улицу, бегайте, занимайтесь спортом. Будьте счастливы, веселы и бодры.